В эфире Панорама. Главные новости Приморья. В репортажах корреспондентов ОТВ мы вещаем из молодежной столицы России. В студии Геннадий Картелёв. Здравствуйте. В этом выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Международные студенческие игры стартуют уже через несколько дней. Теперь они дома. Еще одна семья староверов сегодня прибыла в Приморье. Помогла госпрограмма по переселению соотечественников. Их предки покидали Россию еще в начале 30-х годов прошлого века из-за религиозных гонений. Уезжали преимущественно в страны Латинской Америки. Но там, вдали от родной земли, они смогли сохранить культурные традиции отцов и дедов. О теплой встрече расскажет моя коллега Ирина Бачанцева. Это их первые минуты в Приморье. Семья русских староверов Гуськовых преодолела долгий путь из Бразилии, чтобы оказаться на родине. Рады быть здесь, говорит Минадора, демонстрируя по просьбе нашей съемочной группы знания языков. В их лингвистическом с мужем багаже бразильский, испанский, английский и, конечно, русский. Около ста лет назад их прадеды вынужденно уехали из страны. Сегодня Порфири, его жена Минадора, дети Анфианы, Лисавета и Всевия в нее вернулись. Было страшно все-таки решиться переехать? Страшно-то да. Такое дали ехать еще с маленькими детьми. И я совсем думала, что я не сумею. А потом собрались, как-то приехали. Нормально, кажется. Помогла госпрограмма по переселению соотечественников. В Южной Америке молодая семья жила в русской деревне Староверов в районе Примоверы. Там глава семьи трудился в найме. Скотом работали, бобы выращивали, сою. Помогали на тракторе, работал. И Порфири, и Минадора появились на свет уже в Бразилии и не видели страны своих предков. Но признаются, когда поняли, что программа успешно работает и они могут расти детей в России, быстро пришли к общему мнению. Разговаривали с девчонками. В то время мне это привыкали, думали. Сяли, поразговаривали, вместе решили. Ни я, ни он вместе как-то. Все, что смогли привезти с собой. Небогатый скарб в виде нескольких тюков и сумок. Брали, что самое надо было зачать жизнь, чтобы лишнего не покупать, чтобы лишнего не тратиться, как сказать. Ребятишкам побольше, что они любят. То игрушка, то что. Маленькие они уже у нас еще. Почему рад? Холодно, что. Холодно? Потому что зима есть. Зима, что есть. А ты зиму никогда не видел? Нет. В семье предстоит выбрать участок земли в Лисозаводском округе Приморья. Планируют заниматься сельским хозяйством, животноводством и шитьем одежды. В домах мы будем начинать, потом будем смотреть, как дальше будет. А то там-то по-одному, здесь по-разному, там-то все, можно сказать, весь год лет. Всего с 2009 года в Приморье переселилось 54 семьи по этой госпрограмме. В основном из стран Южной Америки. В крае им оказывают всестороннюю поддержку, помогают грантами и субсидиями для развития крестьянско-фермерского хозяйства. При этом на семьях полная ответственность за свое будущее. Вот они выбрать и другие территории в крае, которые подходят. Но раз еще раз повторяю, что мы будем смотреть по возможности, по их способности освоить ту землю, которую они хотят взять. То есть их намерения должны совпадать с их материальными и финансовыми возможностями. На ближайшие месяцы у семьи много планов. Нужно выбрать и освоить участок, получить гражданство, наладить быт и встретить свою первую зиму на родине. Ирина Бачанцева, Константин Рискин, Панорама. Неравнодушие участкового помогло разрешить драматическую ситуацию. О ней мы недавно рассказывали в наших эфирах. Жительница Кневичей завела свору собак и морила их голодом. Животные погибали. Проблема много лет оставалась неразрешимой. Как появление нового участкового повлияло на судьбу всех участников истории, расскажет Аделя Кульматова. Ирина Шибаева на новой должности участкового села Кневичи всего неделю. И сразу громкое дело. Женщина с 20 собаками на авиационной, с которой жильцы воюют уже больше 10 лет. Собак женщина не кормила. Они умирали от голода. К тому же трупы собак женщина не выносила. Все это услышала тут же от соседей. Стуг, ржом, лай, вой, зловой, невыносимый. С утками. Бесполезно. Особенно, когда она пьяна придет к детям. Она обычно собак где-то прячет. А меня же передел. Это когда пьяна придет, она завалится с собой. На собаке целую ночь. Я воду, я воду. Молодые люди поселились по соседу. Они говорят, начали черви через розетку ползти. Вот такая была антисанитария там. Она не мылась. Я говорю, по полгода она никогда не мылась. На голове завела столько себе насекомых, что одевала шапку, а сверху платок. Чтобы люди не видели, что они там падают и сыпятся. Пожалев соседи, участковая решила поставить точку в этой истории. Вместе с волонтерами приюта «Аристократ» приехали выловить собак и определить их хозяйку в психиатрическую больницу. Но поймать ее оказалось непросто. Когда мы заставили женщину пройти в квартиру, она открыла нам двери. Естественно, собаки эти выбежали в подъезд, начали кидаться на нас. Также выбежали на улицу, начали кидаться на прохожих людей, детей. Мы начали ловить этих собак вместе с аристократом. Но с Божьей помощью мы все это справились. Помогали друг другу, кто чем мог. Теперь собаки в приюте за ними ухаживают и кормят. Ведь любви и заботы эти черные почти одинаковые псы. Своей жизни не знали. При поступлении собак в приют они находились 10 дней в карантинной зоне. Необходимо было дать им время, нам остановление, потому что собаки испытывали очень большой стресс. Три-четыре дня первые практически отказывались от еды. Были очень сильно истощены. Поэтому были проведены все мероприятия врачами, для того, чтобы дать им силы для восстановления. Собаки останутся дальше жить в приюте, пока не найдут новые дома. А бывшую хозяйку определили в психиатрический диспансер. Экспертиза доказала, что женщина нездорова. Ее требуется психиатрическое лечение. Есть категория людей, которые приносят домой все, что угодно. Животные все-таки беззащитны. Их можно собрать, принести, поместить в определенные условия. Сделать так, как хочется тебе. Поэтому выбирают животных. Кто-то кошек, кто-то собак. Потому что они их ограничивают. И они беззащитны. Психиатр рассказывает, что избавиться от таких горе-соседей непросто. Для этого через врача необходимо обратиться в суд с вескими доказательствами, чтобы человеку назначили психиатрическое освидетельствование. Если оно докажет, что человек действительно болен, его определяет в психодиспансер. Несмотря на сложность процедуры, участковому в Кневичах это удалось. Теперь жильцы на авиационной могут спать спокойно. Все настолько счастливы. Вы даже себе представить не можете. Ни собак, ни лая, ни ее грязная, не видно, никого она не материт. В магазине прям все продавцы настолько довольны, что мы все счастливы. Наши животных мы можем назвать любимыми питомцами, когда мы готовы полностью нести за них ответственность. Кормить, ласкать, водить сетеринару и выгуливать. Но если на твоей территории их 40, это превращается в неуправляемую стаю, в которой плохо всем. И самим животным, и людям вокруг. Ведь имнары из приюта объясняют, что держать такое количество собак в одной квартире незаконно. Но этот закон люди нарушают. Похоже, антисанитарии живет и жительница Дальнегорска, квартира которой стала домом для 40 кошек. Адалюк Кульматова, Наталья Зайцева, Александр Каноненко, Екатерина Таланова и Игорь Лещук. Панорама. Полицейские разыскали мужчину, который устроил так называемую пенную вечеринку в центре Владивостока. Об этой истории мы рассказывали в эфире «Панорамы» позавчера. В один из фонтанов на Арбате прохожий залил мыло, что строго запрещено, так как может вывести сооружение из строя. Виновником оказался 29-летний житель Владивостока. Его опознали по видео, которое распространилось в соцсетях. Сегодня в отделении полиции нарушитель объяснял причины своего поступка. Ему, вероятно, предстоит выплатить штраф за ущерб муниципальной собственности. Тем временем подобные случаи продолжаются. Сегодня один из фонтанов вновь выведен из строя. Причина все та же. Прохожие залили в систему мыльный раствор. Всего за год это уже 13-й случай. Фермеры Уссурийска и партизанского округа вовсю собирают с полей картофель и огурцы. Свежий урожай уже можно встретить на рынках и прилавках магазинов. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, из-за сильных дождей в начале лета овощи не пострадали. Картофель планируют собрать в достаточном количестве, чтобы жителям края было недорого его покупать. Всего в этом году сельхозпроизводители Приморья засеяли семенами картофеля более 2,5 тысяч гектаров и семенами других овощей еще более полутора тысяч гектаров. 75-летие отмечает один из крупнейших производителей продуктов питания на Дальнем Востоке мясокомбинат Находкинский. История мясоперерабатывающего предприятия Приморья началась в 1949 году. Вот так под шум линии аромат копчения в Находке производится колбаса, которую можно встретить на столах жителей Дальнего Востока. Масштаб производства и любви покупателей к продукции Находкинского мясокомбината говорят сами за себя. Все мы знаем качество продукции, что славится на весь Дальний Восток. И, наверное, это единственное предприятие такого уровня на всем Дальнем Востоке. Конечно, мы очень горды, что это на территории нашего города. Порядка 300 рабочих мест. Люди работают здесь десятилетиями, династиями. Награды и грамоты наглядно демонстрируют высокий профессионализм и труд коллектива завода. Но еще ярче о качестве работы предприятия говорит его продукция. Сыр и копченые колбасы – доброе дело, пожалуй, можно считать визитной карточкой дальневосточников. Стратегия завода сфокусирована на производстве готовой продукции с максимальным содержанием высококачественного безопасного сырья в каждом батоне колбасы. Все говорят много мяса, а мы одни из немногих, которые строго придерживаемся данного принципа. Это наша философия. Оборудование и рецептура на мясокомбинате совершенствуются из года в год. За последние полтора года предприятие обновило линии упаковки. Коллектив завода разработал не один новый вкусный продукт. С далекого 1949-го все 75 лет мясокомбинат на Ходкинске держит марку на высоком уровне. Ориентированность на покупателя и чуткость к современным трендам позволяют заводу быть в лидерах и никогда не останавливаться на достигнутом. Ирина Трофимова, Ольга Чернышева, Панорама. Гастроли Горьковки. Приморские артисты в Санкт-Петербурге. Как принимает северная столица. И на финишной прямой. Главное спортивное событие лета в Приморье. Международные студенческие игры стартуют уже через несколько дней. Новый облик старинного здания в Уссурийске. На средства краевого бюджета отреставрировали фасад школы номер 4. Зданию больше века это памятник архитектуры. Строителям пришлось работать крайне аккуратно. Они изменили фасад, обновили мебель и облагородили пришкольную территорию. Спустя 122 года здание обрело новый вид. В этом историческом доме памятники архитектуры располагаются у Сырийской школы номер 4. И три года назад учебный процесс здесь экстренно свернули. Лопнул потолок. Экспертиза показала, находиться в аварийном здании опасно. И детей перевели в арендованное здание. А привычная школа буквально возрождалась с нуля. Да, ремонт у нас был капитальный. То есть убирали полностью, можно сказать, здесь не было ничего. Небо и земля. Снимали все. Балки, полы, все вплоть до кирпича было снято и построено заново. Главное условие для подрядчика – сохранить архитектурный ансамбль памятника. Арки, потолки, мозаика, перила на лестницах – неприкосновенные. Сейчас внутренний ремонт завершен на 95%. Дело за малым – сбор новой мебели и учебного инвентаря. Школа преобразилась не только внутри. Снаружи два корпуса удалось полностью реставрировать. Сейчас подрядчик освежает облицовку фасада. А школьники начали облагораживать территорию на безопасном расстоянии. Так как у нас идет сейчас летняя практика, ребята приходят на благоустройство территории. Занимаются клумбами, подстрижкой кустарников, деревьев. В общем, готовимся к первому сентябрю. Чтобы вернуть школу в историческое здание, понадобилось три года и 84 миллиона рублей. Накануне закрытия успели полностью благоустроить территорию. Асфальтирование, установка игровых комплексов и мест отдыха. В этом году 1 сентября пройдет уже в этих стенах. 60 первоклассников услышат свой первый звонок. И более 600 участников сядут за парты. Наталья Зайцева, Арина Дутова, Панорама. Доступное жилье для бюджетников и многодетных семей. Во Владивостоке продолжают возводить дома такого формата. Благодаря финансовой поддержке государства стоимость квадратного метра в кооперативе существенно ниже среднерыночной. Репортаж Арины Дутовой. Отлив первого дома жесткая радость окончен. Остекление почти завершили. Фасадные работы идут полным ходом. 25-этажный дом готов к сдаче в конце 2024 года. Но предстоит обустройство прилегающей территории, детских и спортивных площадок. И уже готов проект. У жесткая радость был запрос создать детскую площадку, спортивную площадку. Детская площадка для нескольких категорий детей. То есть для детей помладше, для детей постарше. Постарались эти малые формы развести, чтобы в одной зоне были дети помладше и они не пересекались с детьми постарше. Также предусмотрели спортивную площадку для взрослых, чтобы жители могли выйти и позаниматься спортом. Детская площадка предусмотрена площадью 460 квадратных метров. Площадка для отдыха для взрослых 140 квадратных метров. Для физкультуры 530 квадратных метров. Приобрести квартиру в жесткая радость могут только определенные категории граждан. Педагоги, медработники, сотрудники органов внутренних дел, многодетные семьи и участники специальной военной операции. Всем этим людям государство дает возможность купить собственное жилье дешевле. Цена за квадратный метр здесь ниже рыночной, а качество квартир на уровне комфорт-класса. В будущем здесь появится школа, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Все для комфортного проживания. Если пащик будет знать, что он купил квартиру, что у него есть детский садик в шаговой доступности, есть школа в шаговой доступности, есть дорога, куда он будет выезжать, есть спортивный комплекс, где поставить машину, у нас будут здесь, из других регионов будут приезжать люди и будут здесь селиться. По соседству с 25-этажным домом появится еще два. Сейчас активно идет заливка третьего дома. Уже почти готово 8 этажей. Знача двух домов планируется в 2025-2026 годах. Арина Дутова, Андрей Липунов, Панорама. Культурная столица встречает артистов с Дальнего Востока. Академический театр имени Горького начал большие гастроли. На сцене театра юного зрителя имени Брянцева в Санкт-Петербурге горьковцы покажут свои самые лучшие спектакли, которые давно полюбились приморскому зрителю. Три из них музыкальные, в джазе только девушки, Эдит и ее демоны и по морозу босиком. Кроме того, артисты представят «Мастеры Маргариту», а также постановку под названием «Сцены из супружеской жизни». На гастроли отправилась вся труппа из полсотни артистов, вместе с ними 4 40-тонных контейнера с декорациями. Открывали гастроли спектаклем «Мастеры Маргарита» по культовому роману Булгакова. Санкт-Петербург принимает коллектив до 25 июля, а после артисты отправятся в Тверь. Для местных жителей это будет первое знакомство с театром из далекого Приморского края. ОТВ готовится показать зрителям главное спортивное событие лета в Приморье. Международные студенческие игры. Вас ждут прямые трансляции, церемонии открытия, матчи и поединки в различных видах спорта. Мы покажем самые яркие эмоции участников и зрителей. Старты игр уже через несколько дней. О том, как готовятся к ним организаторы, расскажет Николай Кугук. Свои мускулы и даже кубики пресса «Леопард Аякс» показывают без капли стеснения. Ведь он главный символ студенческих игр. Где объективы камер, там и пятнистый во всей красе. Мы волонтеры игр «Молодость Приморья». Волонтеры, прессы и те люди, кто приложил руку к играм. Все в штабе молодежной столицы. И здесь без лишних слов отвечают на главный вопрос. Для чего проводят международные студенческие игры. Это делается для того, чтобы мы, как поддерживали наших юных спортсменов сейчас, чтобы мы поддержали нашу молодежь, студентов, которые учатся в высших учебных заведениях. Не только рассказывают, а еще и показывают то, чем будут награждать победителей игр. Именно за эти медали будут бороться участники игр. Она достаточно увесистая, поэтому мультимедалистам будет непросто. На ней логотип игр и надпись «Молодость Приморья». К тому же для победителей в командных видах спорта предусмотрены еще вот такие красивые большие кубки. А символы на медалях с особым значением. На медалях мы изобразили самые главные символы достопримечательности столицы Дальнего Востока, города Владивостока. Это море и мосты нашего города. У города, у моря есть и другой символ, который будут дарить спортсменам. Чайка Владик. Ну, так мы ее назвали в наших социальных сетях. Не совсем обычная чайка, то есть ее как-то омолодили, так скажем? Это символ молодого Владивостока. Полон энергии, задора, амбициозности. Это именно такая активная, целеустремленная, стремящаяся молодежь нашего города. Игры стартуют 21 июля и продлятся до 26-го. В них примет участие более тысячи спортсменов из шести стран. А самые яркие события покажет общественное телевидение «Приморье» в прямом эфире. Николай Кугук, Александр Малыгин, «Панорама». И пока это все новости. Напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. QR-ку, отвечание в телеграм-канале вот на ваших экранах. «Панорама» следит за развитием событий. До встречи в эфире. В каждом мобильном телефоне.